Пенсионер Алексей Зеленцов, хоть живет и в многоквартирном доме, который обслуживает управляющая компания, лопату все же приобрел. Привык, чтобы двор был чистым всегда, поэтому убирать готов снег и сам, не дожидаясь дворников. Тем более, что убирали они только сегодня. У нас зима как зима, русская зима. Снег выпадает, бывает, но ничего страшного. Я вот не жду, когда дворники придут и уберут. Сам выхожу и вот чищу. Я бы не сказал, что совсем не убирает, но убирает, но только не вовремя. Ложка-то к обеду дорога. Как справляются со снежными завалами в железнодорожном районе, сегодня проверились совместно представители прокуратуры и администрации. Когда вы планируете вывести снег, который скопился вдоль бордюров, это сужение будем убирать в течение, думаю, сегодня и завтрашней ночи. Борьба с угробами в городе ведется круглосуточно в две смены. В первую очередь расчищают проезжие части улиц, тротуары, остановки транспорта, территорию соцучреждений. Только в железнодорожном районе в расчистке улиц постоянно участвуют от 30 до 40 единиц спецтехники. Движение по дорогам стало свободнее, но вот по дворам остаются проблемы. К сожалению, да, есть у нас управляющие компании, которые игнорируют эту обязанность и, в общем-то, либо несвоевременно производят очистку, либо, что еще хуже, очистку не производят. Соответственно, работаем в этом направлении, обязываем их отрабатывать все обращения населения. Если управляющая организация идет на контакт и готова сразу исправлять недоработки, то они могут получить только простое предупреждение. Как это и случилось с компанией в Октябрьском районе. 3 января, когда обильный снегопад начался, пришла экстренная заявка. Мы сразу не успели отреагировать, буквально через минут 20 аварийная служба передала нам, и мы начали убирать снег. Обычные наказания к нам не попадают, потому что мы всегда в тесном контакте с администрацией. То есть, если где-то возникает ситуация, вот как, допустим, 3 числа, мы ее сразу отрабатываем. Совместно с сотрудниками администрации внутригородского района, а также сотрудниками дорожной инспекции, организованы рейды мониторинга вывоза снега. Без внимания не остаются и придомовая территория многоквартирных домов. Также принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования, вносится представление, будучи это ТСЖ, либо управляющая организация. Начения не имеет. Только в январе в отношении управляющих компаний и ТСЖ городской прокуратурой выписано более 400 актов. Ко всем приложены видео и фотоотчеты. Наказание за неисполнение обязанностей штраф до 300 тысяч рублей. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.